Добрый вечер дорогие друзья, дамы и господа, подписчики и гости канала. Сегодня четверг, 28 января, я вас приветствую из Брюсселя и мы продолжаем обсуждать американскую политику. Сегодня я решила выйти с вами на контакт второй раз, будучи уверенной, что многие из вас интересуются американской политикой и вам будет не безинтересно узнать о последних весьма бурных и тревожных новостях из Вашингтона, потому что сегодня, в четверг, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси официально, публично поддержала инициативу своего коллеги из Калифорнии, конгрессмена Джимми Гомеса, который выступил с инициативой исключения из Конгресса Маржори Тейлор Грин. Маржори Тейлор Грин прославилась на весь мир тем, что она сразу же после инаугурации подала документы на импичмент Джо Байдена. Конечно, демократическая партия не могла равнодушно смотреть на такой имиджевый удар в первую очередь, потому что в любом случае это имиджевый удар. Мы понимаем прекрасно, что палата представителей держит власть в своих руках, и невозможно этот законопроект, эту резолюцию утвердить. Это нереально. У них, конечно же, большинство. Но, тем не менее, эти обсуждения, требования создания комиссии по расследованию того, что произошло на Украине, по расследованию событий, связанных с компанией Буризма, по расследованию дел Хантера Байдена в Китае. По этим поводам, конечно, если будет создана комиссия, или даже если она не будет создана, но просто это будут публичные обсуждения, это, конечно, может быть весьма опасно для демократов, и, во всяком случае, это нанесет колоссальный имиджевый удар. Поэтому решение об исключении Тейлор Грин, естественно, является ответной атакой, ответным ударом. И мы видим, что, конечно, кризис в Вашингтоне только углубляется, потому что этот бой накаляется и также накаляется у страсти. Дело в том, что Мажори Тейлор Грин обвиняют в том, что она опасный человек. Была сделана целая подборка каких-то твитов из ее прошлого, когда она была в бизнесе еще, когда она была просто активисткой республиканской партии. И на основании этих твитов 2018 года и ретвитов каких-то других активистов, они пытаются, демократы пытаются создать целое досье с тем, чтобы доказать, что она опасна, что она социально опасна, и ей надо запретить вход в Конгресс, потому что она может совершить совершенно непредсказуемые поступки, она способна на все и так далее. Мажори Тейлор Грин уже ответила, она сказала, что это то, что они пытаются создать, то, над чем работают демократы, то есть то, что называется в русском языке, дело шьют, вот это дело является абсолютным фейком, они приписывают ей какие-то твиты, которые появлялись на ее странице, ее аккаунтом, ее страничкой управляли очень часто другие люди, потому что ей было некогда, и даже те высказывания, которые там были, надо очень постараться, чтобы принять их за какую-то угрозу социальному порядку, безопасности или личной безопасности конгрессменов. Но, тем не менее, конечно, видно, что демократическая партия не складывает оружие, они понимают, насколько серьезен будет удар, потому что этой инициативе Мажори Тейлор Грин, конечно, очень обрадовался Руди Джулиани, у него есть колоссальный объем информации о Буризме, он специально занимался этим расследованием, и о Хантере Байдене, и про Джо Байдена, конечно, тоже, об этом я сделаю отдельный материал, но Руди Джулиани требует возбуждения уголовного дела об отравлении прокурора, генпрокурора Виктора Шокина ртутью, то есть это отдельная история, я думаю, что ей надо посвятить отдельное видео, я предлагаю, что пока что я на этом закруглюсь, я на этом остановлюсь, то есть наиважнейшая новость заключается в том, что в ответ на импичмент Джо Байдена Демократическая партия решает исключить из Палаты представителей Мажори Тейлор Грин, в настоящий момент нет достаточного количества республиканцев, которые поддержат эту инициативу, но тем не менее это показывает, какая воинственная обстановка царит в Палате представителей, в Конгрессе, потому что эта процедура является на самом деле исключительной, и она применяется только в том случае, если люди совершают действительно нарушение закона, нарушение уголовного кодекса, обычно это либо коррупция, либо какие-то тяжелые преступления, потому что за какие-то высказывания в соцсетях, которые можно интерпретировать каким-то образом, конечно это совершенно диспропорционально, но это та эпоха, и это тот политический театр абсурда, который сейчас переживают США, и конечно же центр, так называемое Вашингтонское болото, или как я его называю, Вашингтонский картель, который является эпицентром этих вулканических событий. Я жду ваших комментариев и желаю всем приятного вечера.